И напомнить, что у нас есть закон о статусе депутата Джигурку Кинеша Кыргызской Республики, регламент Джигурку Кинеша Кыргызской Республики, по которому работают депутаты парламента. Так вот, статья 16 дает право депутату Джигурку Кинеша требовать устранения нарушения законности, а статья 21 полномочия депутата говорит о том, что должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, некоммерческих организаций, предприятий оказывают депутату содействие в его контрольной деятельности и беспрепятственно посещают государственные и муниципальные предприятия, учреждения и организации при предъявлении депутатского удостоверения. Почему я напоминаю председателю ГСИИН о законе, о тех нормах, которые дает право депутату требовать устранения нарушения законности? Дело в том, что на очередном суде в Ленинском районе конвоиры не допустили двух депутатов на встречу с обвиняемыми. Они, значит, говорили о том, что устав ГСИИН не позволяет нам провести эту встречу. Так вот, я обращаюсь к милицу Дурганбаеву. Объясните, пожалуйста, мне официально, можете через средства массовой информации, где устав ГСИИН запрещает депутату Джигурку Кенешу встречу с обвиняемыми лицами. Второе мое обращение уже от коллектива профессорско-преподавательского состава Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина. Суть обращения, значит, они говорят о том, что при аграрном университете часть коллекционного питомника 0,24 гектара, некий арендатор Салыкбаев У захватил для строительных целей. Питомник всегда использовался профессорско-преподавательским составом, абитурентами, аспирантами, студентами в учебных и научных целях. Арендатор земли установил ограждение, что препятствует проведению практических занятий, методик исследования полевых опытов. И сегодня я обращаюсь к правительству оказать содействие, выяснить, кто дал арендатору землю, которая принадлежит университету аграрному, и вернуть незаконно отчужденное участок коллекционного питомника университета. И последнее мое обращение по вопросу помилования Суталинова-Мурата. Я хочу отметить, что я сама была участница двух революций, была здесь на площади вместе с народом, и после трагедии 2010 года, конечно, нужно было наказать тех, кто стрелял в народ. 9 лет назад шли суды, очень многие были наказаны, народ требовал наказания. Но почему сегодня все на свободе, кроме одного Суталинова? Почему он один до сих пор уже в таком состоянии, испытывает судьбу и несет это наказание? В тюрьме должны сидеть Джаныш Бакиев, который убивал и сжигал Медета Садыркулова, Марат Максим, Курманбек Бакиев.